Доброе утро, мои дорогие! Сегодня предпоследнее утро в городе Батуми моё. И я собралась со всеми силами и решила показать вам то, что не смогла показать в своих блоках до этого. Без детей с утра встала рано утром и решила одеть свой спортивный костюм, который ни один раз не успела одеть. Мы сейчас с вами отправимся по парку. Покажу здесь, что можно поснимать, а также пройдёмся по утреннему бульвару. Это в начале. Мы были с вами в той стороне, которая похожа на Дубай, и этот совсем другой. Ну что, приступаем, мои дорогие. Завтра мы уже будем в это время в дороге. Поэтому у меня сегодня очень насыщенный день. Кто-то даже писал, какой насыщенный. У меня такие дни каждый день. И вот ваша спортсменка. Сзади меня находится дельфинариум, в который я не смогла попасть из-за нехватки времени. Ну вот, вы сами понимаете, что документы, очень много уходит на них время. Ничего страшного. Я успею показать вам в следующий раз всё. И дельфинариум, и ботанический сад. Всё-всё-всё. Вместе с Эндером, когда мы приедем сюда. Скоро, когда привезём наших внуков. Я хотела пройти по той стороне, но там очень много собак. И я решила не рисковать. Да, я решила не рисковать, и пойду по этой стороне. Мне укусов, травм перед дорогой сейчас не нужно. Они отреагировали так на вот этого бегущего спортсмена. На всех реагируют. Лучше не стоит. Здесь находится наш дельфинариум. Позади большой аквариум. Эти собаки никак не угомонятся. На всех реагируют отрицательно. Мои дорогие, это пионерский парк. Красивый такой. Ну, видите, в отличие от Мерсина, здесь никто не устраивает пикники. А этим камнем миллионы лет. Посмотрите, что они творят. Посмотрите, вот устроили разборки с утра. Реагируют на каждого велосипедиста. Да, опасно. Хотя все чипированы. Вот некоторые идут только с тусовок молодежь. Сейчас посмотрим, где проходят дискотеки на бульваре. О-го-го. О-го-го. Аж кем, если бы это увидел позже. К той собаке, которая гуляет женщина. Посмотрите. Прибежали куча других. Все равно опасно. Они какие-то агрессивные все. Ладно, пошла я дальше. Вперед. Я извиняюсь, мои видео в последнее время очень трясутся. Я не знаю, в чем дело. Смотрите, вот я сейчас стою. Дай бог, что-то не тряслось. Что-то изменилось. Что-то и поменялось у меня в программе или что. Это уже забыла даже, как называются эти две башни. Они уже такие маленькие по сравнению с этой. Мама сказала, 65 этажей здесь. Вперед. Просто кайфую. Посмотрите, какое все зеленое. Плачущие ивы. Вот это, по-моему, ивы. Не так ли? Посмотрите, как красиво. Там дальше находится мой дом. В том районе. Очень близко. Я живу в центре. Отсюда видно. Все видно. То есть за какое-то время, короткое, можно пройти, обойти весь город. Это наше пионерское озеро. Сколько лет этим, говорю, камням. Сколько лет этому парку. Прямо видите отсюда, во сколько новостроек. Наверное, скоро все вот эти снесут, пятиэтажки. И выстроят новостройки. Друзья мои, какая я счастливая. Боже, почему я не вставала рано. Утром каждый день. Три недели, которые я сидела в Батуме. Ой, какая красота. Спасибо Богу и Вселенной, что я нахожусь сейчас здесь. Вперед, Светлана! Здесь находится зона отдыха. Очень много расположено скамеечек. Как вы видите, сами много зелени. Вот там дальше я не буду проходить. Там детские аттракционы. Здесь находится арка и центральный вход. Белая арка такая. Ну, а это идет улица уже Энгельса, кажется. Это улица Энгельса и выходит на бульвар. А это аллея любви. Она вечером, ночью светится. Очень красиво. И сердце выделяется. Сейчас я делала 10 минут, чтобы почистить память. Столько видео у меня. А это потом работает такой фонтанчик красивый. Красиво, красиво. Смотрите, какие красивые деревья. Ну что, пошли мы дальше. Пока не так уж жарко. И собачки какие красивые. Здесь очень много туристов. Напротив перед вами государственный университет. Сейчас в мое время здесь не было медицинского профиля. Поэтому очень жаль. Но сейчас все есть. Все, что хотите. Высотки строят. Столько этажей, не знаю сколько. Сзади широтон. А это старые дома. Думаю, что скоро их тоже не будет. Может и нет. Не посмеют убрать. Идем мы к Магнолиям. И вот такой видочек открылся нашему взору. В Магнолии. Выходим на центральную трассу. Посмотрим, сколько там спортсменов. Зря я с собой не взяла очки. Думала, сегодня будет пасмурно. Но посмотрите. Начало, вышло солнышко. И скоро будет жарко. Мне надо будет раздеваться. Уж действительно, друзья, как красиво здесь. Но еще раз хочу вам сказать. Здесь классно отдыхать. Наслаждаться этой красотой. Поверьте, многие люди даже не знают, что такое море. Из-за своей занятости. Это я успевала утром. С утра вставать 6 часов. Делать пробежку. По этой стороне. Принимать дождь. Иногда купаться на море. И бегом к 8 часов. К полвосьмого домой. И собиралась на работу. А многие люди этого не знают. Здесь очень сложно жить. Очень сложно. Я разделась, потому что будет скоро очень жарко. Ой, вот так бы приехать просто на отдых с Сашкой, мам. Ничем не заниматься. Какая. Какой класс. И чемодан денег. Обязательно чемодан денег, потому что без денег вы здесь ничего не сделаете. Я потом об этом расскажу подробнее в городе Мерсине. Я в шоке. Здесь у нас проходили ночные дискотеки. Я не могу ничего вам сейчас сказать. Работают они, нет. Но, скорее всего, нет, потому что что-то непохожее. Но специально есть пляжи у них. Красивые. Видите? Музыка. Уже с утра что-то работает. Видите, как кораблик плывет. Уже с утра работают люди. В центральной части, все хочу сказать, Мерсина. Батуми. Находится. Укоженные пляжи, конечно, ухаживают. Платные. Да, платные здесь. Весь сервис. За все красивое надо платить. Это вам не впервые известно. Не впервые вы слышите это от меня. Вот, мои дорогие. Вот такие тоже проходят. Которые сами с собой разговаривают. Грузины. А также спортивная зона. Вечером здесь очень красиво. Очень жаль, что я не смогла прийти сюда вечером. А там наши спортсмены. Тоже очень красивое кафе. Очередной красивый ресторан. Представьте, я забыла его название. Ну, как я могу запомнить, сколько лет здесь? Не живу и не вижу. В общем, вся набережная Батуми. На ней куча ресторанов, где продаются напитки здесь, где танцуют, где готовят вкусную еду. Все, все здесь вы увидите. Только берите с собой побольше денег. Сюда я приходила вместе с детьми. Здесь вот летний театр. Вот там впереди находится. Здесь мы были вместе с вами с детьми, с моими внуками. И вот здесь также есть и куча магазинов. Посмотрю, что это сдается уже. Ну, а эти рестораны называются Пьер Батуми. Пьер. Раньше было все продано туре туркам. А сейчас я не знаю, какая тут ситуация. Он туда сидит, там заснул. Сейчас покажу вам очень красивый пляж здесь. И днем здесь намного интереснее. А вот и я иду. Иду. Я здесь не поправилась. Хотя кушаю все подряд, что вижу. В основном я наедаюсь сейчас колбасными изделиями. С ума схожу, чтобы забыть о них в Мерсине. Ну, посмотрите. Сами посмотрите, как красиво. Ресторан Медуза. Вот. Вот такая вот Медузочка. Я здесь очень часто была на этих пляжах. Музыка, напитки, все, что хотите. Сейчас выйдем к морю. К сожалению, здесь закрыто. Нас не пускают дальше. Да, не стоит рискать. Хотя можно пройтись. Сейчас пройдемся. Рискнем вместе с вами. А что мне скажут? Это для всех нельзя, для меня можно. Я же блогер из Мерсина. Такие зонтики оригинальные. Железные. Вот. Море. Красивый. Пляж. Города Батуми. Два года я не видела тебя. А это со стороны порта. Сейчас я хочу показать вам. Дойдем до легендарного Али. Есть такая. Сейчас я покажу вам. Али и Нино. Это ресторан Ахали Геми. Новый пароход. Ему очень много лет. Очень веселое заведение. А здесь не знаю, что. Вот вчерашние пирожки. Полиция. Охрана наша. Классно. Красота. Это башня Азбука. Там раньше было какое-то телевидение наверху. Сейчас не знаю, что. Скоро я дойду до Али и Нино. И назад. Ну вот. Легендарная. Али и Нино. Сейчас Али не работает, по-моему. Все остановлено. Очень красивая скульптура. Самое главное. Я дошла и до нее. Здесь очень много катеров прогулочных. Погода хорошая. Все люди, туристы начали выходить на набережную. Вот это чертовое колесо. Я на нем раньше как-то каталась. Сейчас не сяду. Это девушка-спортсменка. У нас даже крабы вот так вот вылазят на пообщаться с людьми. Люди хорошие, их не убивают. Вот смотрите, мои хорошие, какой красивый Батуми. Но очень дорогую, предупреждаю. Мне многие говорят, черт, и говорят, приехала сюда, в Ату, в Турцию, в Мерсинг, когда такая красота. Да, такая красота была мне не по карману. Поэтому я приехала на заработки. Здесь очень классно приехать, отдыхать, как туристы обычно. Но не больше. Мои старые знакомые прошли, сколько лет уже. Конечно, мне многие не помнят. Я была раньше помпушечкой. Все, друзья, попишла я возвращаться назад. А то мои внуки уже сладкие проснулись. Вы представляете, нам, завтра в дорогу. А Ирмочка заболела. В каком смысле? У нее насморк такой сильный. Вчера был чихала. Ночью был заложен. Полночи я вставала, давала ей водичку, так как она дышала ртом, и рот, естественно, пересох. Но сегодня я еще подлечу ее, и надеюсь, что в дороге я не буду мучаться ни с кем. Уже вчера собрала половину вещей. И поэтому у меня больше не будет времени. И мне нужно сейчас пойти опять забрать результаты своих тестов. Они ночью пришли на электронную почту, что они готовы. Затем мне нужно пойти в Витеби-банк. Так моя Витеби-карта вновь заблокирована. Я не знаю, что за беспредел с этими картами. И это кошмар. И вчера моя близкая знакомая Лили, которая работает в Витеби-банке, она тоже интересовалась бизнесом. И мы никак не могли встретиться, из-за чего она сказала, что лежит сейчас с ковидом не она больная, а ее дочь повторно заболела 10 лет. Детский ковид очень сейчас распространен. И она поэтому не могла со мной встретиться в течение недели, так как ждала результатов теста. И в карантине сидела. Вот так вот она сидит в гостинице и лечится. Друзья, очень все красиво. Столько много есть разговоров, но нету времени пока. Пошла и дальше. Ух ты, какие красивые яйца. Берже, берже. Сувениры. Покажу вам сувениры. 140 лар, что ли, стоит. Вот Грузия, Грузия. О-о-о, жар птицы красивые. 50, 60. Ларри. 75. Черепаха 110. Это для украшений. Красивые вещи, да. Шляпс, мапс. Ну, естественно, пока закрытые с утра. Только Светлана вышла на прогулку. Все, пошли, друзья мои. Очень красивый, ухоженный пляж. Чистенький. Но за это они зарабатывают, получают деньги. Зарабатывают. А тут где-то маяк. Вот, посмотрите, я вам покажу. А вот маяк, вы видите? Я помню свое детство. Помню даже такое время, когда вокруг было какие-то бараки, озеро, лягушки, квакушки. А мы приходили сюда тоже ужей ловить с детьми. Ой, облазили. А там вот на горе канатная дорога. В старых моих видео есть репортаж, когда мы с Ашкемом ездили. Сейчас я не успеваю, мои дорогие. И такая очень интересная картина. Очень много здесь арабов. Индусов очень много. Кстати, вчера приходили к нам бригады из трех человек, из которых двое индусов. Они учатся в медицинском. И одна девочка была грузинка. Ну, они все прекрасно разговаривали на грузинском. Очень много индусов в городе Батуми на обучении. Вот эти дискотеки. Видно, они закрыты, не функционируют, потому что в таком состоянии брошены. Ну, конечно, из-за пандемии. Какой здесь будет дискотеки. Видите, тусуются в других местах. Ой, какие здесь хуйные елки красивые. И еще мне сказали, зачем мы переехали в Турцию, когда здесь такой же климат. И живите себе там в Батуми. Вблизи детей, семьи, внуков. Хочу на это ответить. Здесь другая зима совсем. Здесь такая зима, как в Стамбуле. А у нас в Мерсине совсем другая зима. У нас зима два месяца, три. А здесь очень много зимы. Очень много, очень сыро. Очень холодно. И когда нет денег, ты здесь не проживешь. Просто будешь выживать. Я это пережила на себе, друзья мои. А вот университет с другой стороны. Мы помню экзамены, когда сдавал мой сын. Здесь идут экзамены на все университеты. Тбилисские, нетбилисские. Все здесь жители Батуми. Все сдают здесь. И вот такая была очередь перегороженная. Мы стояли, родители. Все было здесь заполнено. Да, были времена. Сейчас мой сыночек уже такой взрослый. И доча тоже. С этой девушкой мы не расстаемся. Тут какая-то сцена. Наверное, будет концерт. А Светлана уезжает. Вышла я. Посмотрите, куда. Морское дно. Какое оно старое. Его реставрировали несколько лет назад. А то оно было вообще заброшено. Здесь прошло мое детство. Наверное, этому кафе. Намного больше, чем мне сейчас лет. А это у нас Хилтон. Жилой дом. Когда его первые построили, все тут ходили. Да, как престижно быть здесь. Ресторан-терраса тоже. Барби-шоп. На последнем этаже рестораны. Я здесь не успела побывать, так как потом уехала в Турцию. Хотела побывать. Его только открыли, но я уехала в Турцию. Вот мой хороший такой у нас бульвар. Надеюсь, вам очень понравилось. Я так старалась. Вот я на противный товар. Кафе. Обалдеть. Ему очень много-много лет. Солнышко припекать я очки не взяла. Красавицы. Хм... Хм... Продолжение следует...